Он и в труде впереди, и ордена на груди. Но скромный по натуре Геннадий Шустиков имени хвастается. Заслуженный учитель России, воспитавший не одно поколение, преподавал в Щелково физическую культуру, написал несколько учебников и был председателем районного методического объединения учителей физкультуры. 10 марта в детском центре творческого развития «Романтик» собрался полный зал. Поздравить отличника народного просвещения пришли ученики и коллеги, друзья и товарищи, а также глава района и председатель комитета по образованию и администрации. Вы остаетесь и оставались человеком очень неравнодушным ко всем проблемам, которые есть в жизни нашего города и нашего района. Такие люди, как вы, они с утра до ночи, 7 дней в неделю, невзирая на праздники и выходные, посвящаете себя детям. Поздравления сопровождались выступлением коллективов воспитанников Центра «Романтик». Юные мальчики и девочки в ярких костюмах демонстрировали юбиляру и гостям творческие номера, пели песни, танцевали и всем присутствующим напоминали важные вехи из жизни учителя. Среди них 7 лет работы в школе номер 5, с которой началось становление тогда еще молодого учителя. Умение находить подход к каждому ученику и зарабатывать авторитет эрудированностью, образованностью, умениями, и что особенно выделяет этого человека высокой интеллигентностью. Школа Шустикова – это умение любить детей, не заискивая, а умение подтянуть к своему уровню любого ученика. 43 года посвятил Геннадий Сергеевич преподаванию в школе номер 3. Особое отношение к каждому ученику, к спортивному залу, к самому себе всегда выделяло его в глазах учеников и коллег. Готовность прийти на помощь, открытость и доброта – одни из важнейших качеств, особо отмеченных гостями зала. Он умеет вселить командный дух и учит сражаться за победу и за правду до конца. Начитанный, умный, эрудированный, воспитанный, и поэтому дети-то к нему тянутся. Поэтому вот в этом залог успеха Геннадия Сергеевича, как учителя и как человека. Учитель жив, когда живы идеи его учеников. Много выдающихся спортсменов воспитал учитель. Его выпускники входили в сборные команды СССР по лыжному спорту, баскетболу, легкой атлетике. Многие стали призерами Олимпиад, а некоторые – учителями физической культуры и тренерами. На торжестве работа Геннадия Шустикова была отмечена почетными медалями – за труды и за заслуги в развитии физической культуры и спорта Московской области. Жизнь есть жизнь, понимаете, в каждый момент есть своя прелесть, если ты понимаешь, что это прелесть, или свое негодование к этой цели. Нельзя разбрасываться, надо вообще-то стараться добиваться того, что хочешь. Марина Познякова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».